всем добрый день мои дорогие добро пожаловать в наш новый день сегодня мы будем с вами переносить максовские вещи будем ждать пока под кровать уже должна вот на днях прийти все ждем ее с нетерпением так что решила уже сегодня перенести все вещи сложить в этих ящичках сначала лежали старшего сына вещи старший сын я уже вперед вам говорила что он себе в кровать там у него ящики теперь он туда сложил свои все вещи а вот эти вот мы освободили специально для макса в принципе мальчишкам много места не нужно у них не столько вещей сколько у девочек так что в принципе все вместилось все как нужно вот эти вот контейнера я вперед покупала для макса в комод в белый в принципе они тоже хорошо подходят сюда но они чуть-чуть получается по длине не сильно длинноватый так в принципе было бы намного еще лучше если бы они прям вместились да хорошо в шкаф а так они получается ты ставишь этот контейнер и сзади там еще есть место что в принципе можно еще использовать как там но пока просто положила все так поставил вот эти все контейнера так пока все равно когда маленькие вещи таких контейнерах намного удобнее хранить их нежели просто в шкафу чтобы они лежали контейнера у нас получается вот большие все вместились в один ящик и два маленьких положу мелочевку там платочки может еще что-то посмотрим придумаем а сверху тоже вот я думаю может быть как поедем в следующий раз в икею тоже вот либо такие какие нибудь купить чтобы сверху уложить маечки футболки тоже вот в таких контейнерах будет мне кажется удобнее а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И вот у белых какие-то кеды. Но кеды никакие мы не нашли. Нашли вот такие вот как тапочки. Они мягкие идут. Из-за страз, конечно, так бросаются в глаза. Но они отвалятся, эти стразы, конечно, но на эти две недели я надеюсь продержатся. Стоили они 10 евро. Изначально цена у них была 40 евро. Да уж. Такие вот как-то. Ну вот, симпатичные, конечно. Доча, можно сказать, только для практики взяла. Не знаю, будет на следующий год носить летом или нет. Ну, как бы посмотрим. И Максику взяли кроссовочки вот такие вот. В этом году у него есть кроссовки как бы еще. Но уже такие, которые мы повседневно всегда носим. Они уже плотно так залазают. Так что мы вот взяли на размер чуть-чуть побольше. Либо на полразмера даже побольше. Тут-то написано 25 размер. А у наших, получается, 23. Но разница у них небольшая совсем. Как бы разные фирмы и разные размеры. Вот такие вот классные кроссовочки. Изначально они стоили, получается, эти кроссовки. Вот их прайс. 28 евро. Получается, на 10 евро скидка. За 20 евро мы купили. Очень хорошие кроссовочки. Ну вот, дорогие мои, дождалась я все-таки койку долгожданную. Все, я ее ждала, чтобы уже Макс не спал с нами, а уже спал на своем месте. Сегодня, как раз, получается, перенесла вещи и пришла кровать. Хотя должна была кровать прийти чуть попозже. Ну вот, получается, стоило мне Макса вещи перенести на свое место, где теперь они будут, и пришла сразу кровать. Наверное, думаю, надо было раньше вещи перенести, и пришла бы, наверное, еще раньше. Так что сейчас муж и сын уже пришел со школы, будут собирать кровать. Соберут кровать. Ну, мы с вами уже застелим. Тоже уже сразу хочу и подушку поменять ему на большую, и одеяло тоже полностью. Как бы, в принципе, я с той-то кроваткой все комплекты и белья все поотдавала. Он у нас один остался. Это как бы, ну, как бы один, это, как сказать, даже на замену нет. Так что сразу буду уже большую стелить, большое одеяло и новое постельное белье. Помните, я вам показывала, я покупала одно постельное, и от старшего сына тоже, тоже такие с детским рисунком, тоже два осталось. Так что, в принципе, у Макса есть тоже хорошее постельное белье. От Темы достались, получается, они в хорошем состоянии, можно сказать, как новые. Так что, в принципе, покупать не нужно. Три комплекта пока хватит, только нужно будет купить простыни. Я сразу не купила, постелила, получается, простынь. Получается, старшего сына постелила простынь тоже Максу. Она, конечно, чуть большеватая, но на первое время пойдет, а мне надо будет просто пробежаться по магазинам и купить. Я почему-то не подумала, простыни сразу не взяли. Так что, как-то вот так. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, кровать уже собрали, теперь я застилаю, со мной Макс, тоже довольный, смотрит, какое стильное белье, тоже радуется. Не знаю, будет ли сразу спать или нет, или просто радуется красивой расцветке. У нас одеяло получается как два тонких одеяла вместе кнопками соединены, как бы одно толстое получается. На зиму как бы хорошо, но вот сейчас мы спали еще без одеял, и первым делом я вот рассоединяю эти одеяла, как бы, ну, одной половинки, я думаю, достаточно будет. А потом уже чуть попозже, наверное, уже буду стелить оба одеяла, чтобы было потолще и теплее. Одну уберу пока в шкаф, тоже старое постельное белье постираю, все поубираю тоже, пока не знаю, куда его дену, может быть, пригодится еще, ну, может быть, нет. Нет, пока пледов нету, в принципе, ну, тоже, думаю, постелю темин плед, который стирала с темой кровати, я сняла его, когда мы вот до ремонта постирала его, ну, пока на первое время эти пойдут. Вот, потом попозже, может быть, посмотрим, заменю все-таки на другие, чтобы были тоже одинаковые, чтобы более-менее она красиво смотрелась. Подушку буду убирать, потому что кровать не очень удобно, в принципе, до Макс, если все его здесь игрушки будут, все равно он будет на кровати прыгать, скакать, и вот эта подушка будет, в принципе, здесь мешать. Так что я ее уберу вниз в кровать к старшему сыну. Там его будет подушка лежать, и вот будет и Макса лежать. Пошла наша койка, муж с сыном старшим собрали койку, в принципе, тут ничего тяжелого не было, койочка простая, я, конечно, думала, чуть-чуть повыше она будет, такая низковатая, но ничего страшного, на пару лет хватит. Теперь, получается, застелила я ему большое одеяло, подушку тоже большую положила, но подушку сейчас я убрала, на день будем убирать ее к сыну вот сюда, в шупляду. В ящичек мы будем ложить и Максовская будет подушка, и сзади там Артемовская. Вот так вот подушки тут будут, а тут вот декоративные такие маленькие подушечки будут. Максовские игрушки, у меня Боба любимый, и, в принципе, вот так вот будет. Еще, конечно, нужно купить какие-нибудь полочки сюда, вот это вот все со стола уберется потом. Для Макса, конечно, Макс, для Темы сюда тоже полку повешу, ну вот как-то так. Так, наверх тоже мишек поставила, ну, в принципе, игрушки я тоже сложила, как бы, в принципе, сюда, но они, шоколадо выезжает, как бы, не сильно легко. Макс один не сможет ее, чтобы она, ну, как бы вытаскивать ее, придется ему помогать первое время. Те игрушки, которые у нас лежали в диване, в диване у нас такая широкая прям полка, и туда много игрушек, которые вот, вот это вот, допустим, вот эта вот штука, она высокая, и уже сюда не помещается. И был еще чемоданчик с инструментами. Мне пришлось вот сюда вот в прозрачный я переложила инструменты, а тот спущу в подвал, пока не пригодится. Я уже все подготовила. Лук только нам придется нарезать кубиком, не мелким таким. Чеснок, куриный бульон и куркума для цвета. Мясо у нас уже было готовое, нарезанное, я достала его только с морозилки, оно уже отошло само. Морковка только вот достала, тоже с морозилки она у нас, свежая закончилась, ну, и такая, как бы, будет. Рис два стакана, я уже промыла его, ждет своей очереди. Так что сейчас порежу лук, первым обжарим лук, потом закину я мясо, после мяса уже будет морковка у нас, все протушится. Да, еще к мясу положу чеснок и куриный бульон. И потом, когда это все протушится, уже будем ложить рис, и рис буду заливать водой. Тут два стакана риса, значит, это четыре стакана воды. Так что, в принципе, я люблю рис, чтобы он не рассыпчатый, а такой, как кашится, больше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот что у нас получилось. Такой темненький, красивый плов. Я его не перемешиваю, когда готовлю. Получилась вся начинка вот снизу и тут рис отдельно получается. Очень вкусный и красивый. То, что темненький нам очень нравится. Ну а на сегодня будем с вами прощаться, мои дорогие. Увидимся с вами в следующем влоге. Всем пока-пока.